Приветствую вас, и на самом деле есть несколько оснований, по которым люди обращаются к сказкам после многих лет своей жизни. Во-первых, сказки помогают человеку почувствовать себя, ну, как-то лучше, сказки помогают человеку почувствовать себя несколько ребёнком, то есть, ну, когда человек вот читает сказки, да, когда человек огняется в этот сказочный мир, он на какой-то момент превращается с того ребёнка, которым он был, когда читал сказки. Вот, и, соответственно, на какую-то секунду, на какое-то время с него снимается груз всех проблем его, которые у него могут быть, могут быть. И, соответственно, он отдыхает. Вот. Иногда сказки позволяют постичь какую-то простую мудрость, в том числе житейскую мудрость, если у человека есть какие-то проблемы с этим, да. Иногда сказки помогают лучше понять какие-то вещи. Иногда сказки позволяют лучше увидеть какие-то моменты. Иногда сказки позволяют напомнить себе о том, что, ну, важно, о том, что, вот, о том, что действительно важно для человека, если он сам, например, по той или иной причине это забыл. Вот. Я думаю, что так, в принципе, можно ответить. Зачастую имеет место быть и ностальгия, то есть, ну, просто вот элементарная, да, банальная, можно сказать, ностальгия, когда человек просто хочет вернуться вот в то время, когда он был маленьким, когда он был, там, в определенном возрасте, чтобы почувствовать вот эту, возможно, защищенность, когда он, допустим, сидел на коленях у своих родителей, вот, там, не знаю, пил-пил горящий шоколад или молоко или что-то или что-то еще, вот, и родители читали ему сказки. Он в это время чувствовал себя абсолютно защищенным, абсолютно свободным, абсолютно спокойным, абсолютно вообще умиротворенным и верил в какой-то вот, может быть, другой мир, в котором видел себя. Ну, это я так, условно выражаю, что тут я не хочу, чтобы вы как-то вот буквально воспринимали это. Иногда сказки в прямом смысле этого слова что-то человеку дают, то есть вот в буквальном смысле слова, именно в буквальном смысле слова что-то дают человеку, такое бывает тоже. То есть понятно, что здесь не всегда, не всегда понятно, что именно, что именно человек получает от того или иного действия, вот. Но зачастую эти сказки дают и дают достаточно много, дают какие-то вот чувства, дают какие-то ощущения, вот, и так далее. То есть тут, тут, наверное, все достаточно индивидуально, вот, и сказать вот так наверняка, что именно и почему люди возвращаются к сказкам, наверное, нельзя. Вот, но очевидно, что есть какие-то у людей потребности, вот, очевидно, есть какие-то желания у людей, да, которые они удовлетворяют через, в том числе через сказки. Вот, я думаю, вот так можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Мне кажется, мне кажется, что этого, это, 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 точнее, этого, 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 этого. Ага, вполне достаточно пока что будет. Вот. Потому что, ну, больше, больше информации вы не предоставили никакой, и, соответственно, предполагать что-то такое более конкретное не имеет оснований, как мне кажется. Вот. Поэтому, давайте пока, наверное, на этом закончим. Вот. Дальше будет, если, ну, если вам это интересно, то, а дальше можно будет поисследовать какую-то именно вашу ситуацию. То есть, либо вы расскажете, например, про себя что-то, да, то есть, ну, вот, либо это ваша история, то, что с вами связано, вот, либо это, ну, может быть, какие-то еще есть причины и основания, по которым вы обратились к нам на сайт. На этом все. Буду благодарен, если сделаете лучше мой ответ. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!